Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, мои дорогие, поговорим мы с вами о канале Аня Настя Лайв. Обсудим очередной видос. Ну, как я подумала, сразу со скандалом именно со зрителями, но оказалось совсем другое. В общем, Анька с Настикой собираются на улицу, но, собственно, совсем не на улицу, а в магазин. Как всегда в магазин, да. На улицу такое чувство, что они, если выходят, то это и есть магазин, но не улица. Потому что, мне кажется, они вообще не гуляют, а только магазин, какой-нибудь там кафе, и всё. Нет, ещё Марина гараж шашлык. Ну и, значит, что? Сказали, что им надо было там купить рюкзак, канцелярию всякую. Ну, потому что курсы на носу, надо закупаться, и ручки там надо покупать, и стёрки, и всё прочее. Ну и, конечно, потом же уже рассказывают, показывают, что купили. Рюкзак не купили, потому что рюкзаки были какие-то там дешёвые по 5 евро, и эти рюкзаки, в общем-то, были никакие, как сказала Анька, если только на месяц. Ну, Настика сказала, что у неё есть джинсовая сумка, да, в которую она всё будет складывать, но это пока, да, а потом, может быть, что-то она присмотрит. То есть это, ну, на лето, да, джинсовая сумка. Ну, значит, что дальше? Дальше Настика ещё показала, что она купила за 20 чем-то, что ли, евро. Она купила гель 400 миллилитров, умывалку, да, от прыщичков, от всего прочего, да, на лице, то есть от высыпаний. Слушайте, сколько она будет покупать этих всяких гелей от прыщичков, я не понимаю. Она полощет и полощет это своё лицо постоянно какими-то косметическими средствами, которые абсолютно ей не помогают, а прыщичков становится всё больше и больше. Правда, есть Настенька наша не то, что положено, и из-за этого прыщички растут, и не только прыщички. И ещё да, и пятая точка всё шире и шире становится, да. А Настеньке всё ни по чём, она всё скупает и скупает. Гели, пенки, тоники, потом мицеллярки, потом консилеры для того, чтобы ещё сильнее всё затонировать, и чтобы не видно было прыщей. Она же отказалась от тоналки. Ну, тоналка, это, знаете, такое себе. Это для лица, где нет высыпаний, где нет каких-то сильных покраснений. А Настеньке и правда, если только такой, знаете, как же он, дармакол, вот, дармакол оригинальный, может быть, он её и замазюкает. А если уж не дармакол, то, значит, тогда нужен плотный консилер, да, для того, чтобы запецкать эти прыщи, которые она, собственно, сама наедает себе всякой пищей, которая ей вредна. Да и вообще, можно было бы давным-давно сходить к дерматологу и сидит себе ровно на пятой точке и даже не думает, да, а только скупает всякие там мазюки. Недавно же в аптеке она там что-то покупала для лица, ребят. И что, ничего не помогло? Будем тестировать, будем пробовать, и ничего не помогло. И опять будем новую болтуху тестировать. Ну и дальше что? Дальше они там ещё сказали, что еду какую-то они там покупали, какие-то стёрки они там показали, что купили. Потом что-то ещё, короче, как всегда, эти покупки, кому они интересны, кому они нужны. Ну и разговор зашёл на тему того, как Настя себя чувствовала, когда они поехали там в Берлин, и как ей стало плохо. И, значит, Анька решила её накрутить на видео. И причём, знаете, любительница она, любительница она вот так вот подковырнуть Настюку и выставить её в очередной раз на посмешище, а потом ещё говорить «Успокойся», типа «Успокойся», да. А Настю-то невозможно успокоить. Хитрая, хитрая. Это, знаете, вот точно так же, как у Лорки и Юльки. Лорка подкрунтасит Юльку и ту несёт не в ту степь. А здесь эта тоже подкрутит Настюку. А Настяка, она же неспокойная, у неё же всё неспокойное. Руки неспокойные, башка неспокойная, ноги неспокойные. И нервы у неё, конечно же, неспокойные. И всё её тоже несёт не в ту степь. Степь начинает орать, начинает возмущаться. И тут, значит, Анька сказала, что вот это из-за того, что ты пережрала опироль пива и сожрала все эти роллы. И типа ты по-свински поступила, потому что якобы ты начала их жрать без всех. То есть Анька сказала, что она вот такая культурная. Она бы не стала есть, пока бы всем не принесли. Вот она бы ждала. Но там рыба была сырая, да. И за два часа всё бы протухло. Поэтому Настяка всё это смолотила. Вообще, Настяка-то не умеет никого ждать. Она может и втихаря всё сожрать. Это такая вот любительница, тихушница. Помните, как она, что, три или четыре кусочка шашлыка пожарила в духовке? Какой скандал ей Анька закатила. Как же так? Как же так? Шашлык специально купили, замариновали для того, чтобы ехать на шашлыки к Марине. А тут эта взяла целых три кусочка и в духовке пожарила и сожрала. Да, точно так же и здесь получается, что Настяка не выдержала. И давай быстрее в себя толкать. Ну и, короче, нажрала-жрала и нажралась до такой степени, что её носила в туалет. Правда, что её носила, непонятно было. Аньке тоже живот подкручивал. Она даже всем объявила, что она один разочек только сходила, да. Ну а что? Она сказала, что, естественно, то не безобразно. Ну, что тут такого? Пошла, да. Испугала унитаз один разочек. Ну и всё, и всё у неё прошло. Короче, её прополоскала как следует. Не знаю, там, кудой выходила, непонятно, через рот или через пятую точку. Но один разочек это было. А Настюку носила и полоскала. Отовсюду полоскала. И эта Настя там сделала, слушайте, выручку этим туалетом только такую. Потом бедненькая ждала очередь. Думала, что она телефон посеяла. И в кабинку, в которой она сидела там, ну, сами понимаете, чем она там занималась. И она думала, что там её телефон. И люди не могли понять, что она туда стоит в очередь. Короче, и, значит, да, в конце это был скандал. Да, потому что Настя начала возмущаться. Почему же Анька её обвинила в том, что она всё сожрала первой. И поступила якобы как свинья, да, как свинья. И Настя, естественно, возмущалась, да, трындела, бзымчала, как всегда. Ну, Настя это умеет. А Анька умеет подругу, да, подкрутить. Ну, и можно сказать, обосрать. Да. Очень приятно иметь такую подругу, как Анька. Мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Но я хочу напомнить, что это лично моё мнение. И я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok